так доброе утро гнат технич только что-то себя не вижу доброе утро я не знаю почему не видите посмотрите сейчас но вот теперь да тоже себя увидел еще там разговаривали что но мы же в группе переписываемся на там ссылки кидаем и вчера роман дарит вот я с вами хочу пообщаться познакомиться говорю ну я с работы приду тогда пообщаемся говорю просто уже поздно будет где-то буду 8 часов вечера он и хорошо я позвоню но он не набрал поговорили как бы вот так всегда до этого желание познакомиться выражал со мной и как-то неудобно там так отказать сказать поэтому я уделил время пообщались посчитал что правильно будет вы говорили там мастер ли я скинул ссылочку на наш форум а я читал мне тоже направляли это так я с ним поделился не то чтобы как вот просто то что было у него ярко выраженное беснование как у жириновского написано владеющий собой лучше завоевателя города они хватает стакан часы что есть все кидает стоит но это для мужчины но для пьяного еще это сойдет это за что он из этого состояния не выходит а пьянство это добровольное умопомешательство у него нет ничего вот если вам когда-то коснется с ним разговаривать то разговаривайте пока на одну только тему скажите где путь спасения он на каждом месте у него длинный хвост как говорят он начинает им зигзаге писать нет ни одного человека который мог бы спастись вне его почему без епископа нет церкви все вокруг еретики католики православные старобрядцы он знает одного епископа но никому не скажет он хотел сказать знать сказать ну а где вот коль вы такую теорию выдвигаете коль он выдвигает такую теорию то по идее он должен сказать вот этот епископ или условно говоря вот я сейчас возьму с московской патриархии епископа к себе и сделаю вот у себя вот церковь построю и будет храм но он этого не говорит он здесь поступает как анархист более еще что более хуже поэтому вот я вот этому тоже сказал а если у вас нет этого епископа то где-то он там спрятался и молчит ну тогда и вы молчите так тоже неправильно говорить если он выдвигать такую теорию он должен ее как бы обосновать это не теория он утверждает это для него это не теория далее нет он знаете игнать техничий простите что перебиваю он же говорит если я в чем-то не прав он всегда такую делать оговорку пожалуйста выйдите на меня и обличить возможно я не прав я заблуждаюсь у него такая позиция я не говорю о миллиардах которые он обманным путем мошенничества добыл когда страна задыхалась в нужде а в это время он со своей алисой организации нашел это дело но во время ускользнул не пристрелили это не в казани его бы там убили второе и первое даже библия для него наша синодальная библия никакого интереса не представляет он враг церкви он враг библии он божий враг он у миллионов людей выбивает из-под ног главное на чем стоят люди это священно писать на 7 стою и не могу иначе как лютер говорил за что и он камни сандарс вот у него главное против этого на надо запомнить что русский перевод библии лучший за всю мировую историю аминь абсолютно абсолютно он клещет на это клещет тем более перевод делали двое которых он уже признает что они канонизированы он а то потерю теперь он попятился уже не признает не митрополита филарета не макаре архимандрита алтайского работал это двое уже канонизированы но я не на это смотрю главное что знатоки языка по каким свитком работали я поминаю всегда моя беседа была в живую там в новой деревне с александром менем он евреи чистопородный работают с оригиналами ягра могли бы переводить вот так как вольстан данил аврамович он вот так от меня отшатнулся я говорю или павский герасим петрович он году вы что нет он разговаривает переводит но такой уровень я это не очень как таких кроме того никогда не было чтобы синод и царь одновременно дошли до такой кондиции что смерть необходимо людям дать слово божие и они начинают переводить в синоде три присутственных дня синоде не один человек и один из них посвящался все время каждый месяц поступающим частям перевода он против чего поднимает голову то он на вокруг него одни лохи он никого не признает он человека не видит вообще он там где-то о печах говорит а я 40 лет печник но мне до того смешно вот говорит о еретиках он их глаза не видел еретиков то он против еретиков то никто легко разговаривать с любым еретиком если он признает священописание вот мы сейчас проходим противосектантская как раз сегодня будет у нас занять у него нет ничего этого поэтому будьте очень внимательны всегда к человеку признает ли он за бога вдохновенно бога дух новинная священописание синодальный перевод а если этого нету ничего и нету тут еще знаете какой момент все же мне бы хотелось чтобы он искренне заблуждался они прикрывался этим возможно что это понимаете как бы он может быть в душе безбожник а для него это вот вера такой маркетинговый ход это самое страшное если он искренне как бы знаете вот он погружен так вот в эти свои мысли это одно а если он этим прикрывается и зарабатывать на этом деньги но это еще более страшнее у меня нет ни одного дня в который я бы не поминал его имя в молитве вместе с невзором они у меня в одной графе отдельно у меня отступники они в чем-то похожи отдельно лицемеры отдельно священство там у меня по группам я чтобы не забыть я по группам их иду он всегда передо мной в вечности все его богатства миллиарды эти они никакой роли не играют и то что он там обманывает своей деревне некоторые поехали ни с чем остались и машет теперь головой а что сделать теперь вот там в роликов много про это это никакого значения не будет иметь но что он остался без христа что он клеветал на слово божие вот это предстанет на суде божием он не верующий человек верующий не может это какая шутка то это не шутка это не шутка он играет с демонами вокруг него как говорят одни лохи он никого не видит только поехал в карабах и теперь все начинает хлеб стряпать по 500 700 рублей одна булка жена там это смешно но меня не касается главное что он людей уводит он разрушает веру разобраться обряд сам сунулся я не знаю но и так мыслю кто-то попросил у него на что-то помочь он сразу человека еретик и опять ушел он нигде ничего не пожертвует если его посадить на мой паек ну его на неделю хватит чтобы он говорится не расстался жизнью да и то же самое знаете не меньше десятины да да и хочется ему может быть где-то подловить вот она агертика говорит и вроде бы он златоуста признает но ты почитай что златоуст писала гертиков как с ними надо общаться там вот такие тексты то что он как бы крыльгольным стакан камнем ставит любовь с камень нужно быть то что да как там с ними есть молиться нельзя но показать им истину это твоя священная обязанность главное приходит в интернете участвует везде все это убрать ученых всех расстрелять он вообще ученых всех расстрелять а сам наедет на машине электростанции все уничтожить надо ну даже это возьмите то ну ну явно дело что он просто хохочет привык он служить сатане сатане служит на одной лжи все едет вот не надо так надо вот он хлеб продает а почему это долгожитель он какой долгожитель то а вот надо чтобы своя была пшеница вначале а на какой меленький молоть будет а там сидят около него рты разинули и дескать мы так же делаем а он тогда он видит что он один а теперь их уже десятеро он говорит нет соль должна быть особая а столь как развивается где соленая выпаривается нет это только под землей которая света не видела а где это а вот этого я не скажу нет он сейчас говорит что он на белом море у него там свои люди нет он и выпад земли из-под земли напоминает эту сказку как мужик один хотел разбогатеть а кто-то посмеялся и говорит ты дерьмо свою кувшин только когда накрывать шубой будешь не думая белом медведя можно я уважаю он от ребятишек собрал все делает но и вот это все время подкинувает и дмитрий смирнов ну еще он теперь там новое придумал смеет за него эти богохульники никакой роли не играет за хвост и в яму в ту же самую вот выступает он там военные там по на совести дмитрия то этого тысячи убитых людей тысячи который благословлял танки ехали в чечню и прочее он не один дед смотри и вот сидит перед этим я же а дмитрий говорю а на пузыре-то скрест ползает то туда-сюда понимаешь и а германе сказали да и он да зачем там все он такое нового придумал то он его не иритиком никак не назвал почему одна упряжка для них нет разницы что погибает человеческая душа об этом нет вот они много там говорят там другие я знаю их священники которые видно что с библии никакой роли не играет он и маяковска может говорить а сергей есенин и там никому это не надо этого люди самоубийцы зачем тебе это знать зачем сюда помойную и яму то делать ты скажи отдельно верующие сына божий иметь жизнь вечную неверующие сына не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем вот меня спрашивает мусульмане заходит как вы относитесь мне не нужно думать как к вам относиться как вы относитесь ко христу ваш иса это не наш христос 412 деянием нет другого имени под небом данного человеком который надлежал бы нам спастись все я проповедую христа распятого не надо мне отмечать не надо меня подлавлять а считаете ли такого-то за пророка они где-то я говорю знаете что я пророки то вышли до а вы думаете кто последний пророк ну основатель я гринок или я они стали сразу не знают их как будто бы мешком пыльным ударили как то такие они не знают а я скажу вот если знать сейчас о смерти сказать ты умрешь ну третьего или в среду так как этот вольф мессинг ему открыто было когда умрет жена он любит и он боялся календарь тронуть святые не боятся но есть такие люди которые точно знают где умрут и где они будут и они живут по сей день и они счастливы и ноха или я им сказано на стогнах на улице города иерусалима будете убиты будете лежать три дня и прочее они-то живые люди они писание знают а человеку скажут меня говорят если бы сегодня ты знал то умрешь вечером чтобы делал также проповедовал говорил ну вот мой отец умер у него только три рубля на десятерых детей делите три рубля и военный китель почему нас так родители приучили мы первую очередь даже видеть кого-то пусть он заплатит хотя бы десятину найдет нуждающихся этого не будет о чем вначале говорить вам на работу идти с бога сейчас время посмотрю часа 9 но еще 10 минут есть так старайтесь даже слабо не касаться этих людей там ничего нету это проказа духовная проказа они до этой кондиции дошли и часто думаешь перешли грань из-за которой нет возврата можно до похулили где-то еще знаете вот наткнулся я вам писал мне знаете тоже вот я чуть даже испугался про рафаил берестов такой с каким-то царем они там там причем он не один их не два там целая как бы шайка такая вот мы там видели царя но это прям какое-то помешательство не знаю они в своем уме вот сам миха он же вы конечно он уже взрослый он там как бы очень-очень там может быть у него он духовно болен у меня такое есть подозрение вот сам рафаил берестов но остальные ты которые помоложе то ладно там как бы вы там с патриархом не согласны но вот с этим царем то что вот мы там с каким-то царем общались он уже благословен богом этого рис купить или искупитель только христос умерших причем он говорит этот царь будет и патриархом одновременно то есть они канонов вообще не знают как такое может быть царик патриархом не может быть царь православный над страной своей не может быть потому что здесь буддисты здесь мусульмане и он должен все говорить такой форме чтобы любой это принял иначе в один день он все взорвется до у меня даже этого не понимают эти которые царем то они помешаны на этой идее они запрещены хотя бы гнать техники да кто их будет запрещать кому они нужны а он даже так то есть это ересь вот я пришел губернатора меня принял один раз его заместитель я хорошо знаю гляжу лежит журнал я взял это великодержавники а у них я говорю что это знаете как это царь будет а сам коммунист царь будет наведет порядок и я говорю какой порядок то какой ну пришел гитлер стали навели порядок так у них прямо там написано мы за православие но против христианства то есть православие показала себя как организации не имеющие никакой связи с христианством в их понятии прямо так написано вот пролетари всех стран объединяйтесь а у них лозунг написан мы за православие но против христианства там о рождении свыше говорить не приходится да какой там рождение там нет вот на этой земле чтобы мы тут были главное чтобы нас боялись боялись чтобы нас все боялись но было боялись и чем кончила гитлера боялись ягру сталина боялись муссолини боялись все уже там находятся а еврейство набрало такую силу которую даже они сами не думали а что делать ничего не делать за них молиться благословлять как благословлять чтобы они приняли христа не только как миссии но как бога как лицо святой троицы нераздельно единосущной вот как молиться то есть мы должны бороться со всеми одним оружием любовью другое нам не дано у вас про евреев я неоднократно пересматривал ролик где вы проповедуете евреи кто такие они там где-то полчаса все понятно никаких вопросов я к смотрел мы просто думают это да там евреи написали говорит если евреи вы говорите чудо божье то чудо божье это человек который говорит а я ничего не придумаю бог говорит хочешь быть богословен благословляет а начало благословения и концовка это десятина мне никто не говорил о благословении и я еще не считал первый день дали библию в руках то но внутри меня как колокол ударил а я буду платить не одну десятину меня сразу это как высветилось я под об этом испытайте меня вы испытаете я не стал рассуждать и как я понял теперь буду работать на двух-трех работах чтобы наносить и десятину прожить себе возьму одну а 9 отдам богу и поэтому меня такое благословение везде я хвалюсь только моим господом а его тут ничего нету я вот сегодня вечером еще с виталием калинниковым пообщались он тоже желание выразил вот сказать мы всем познакомимся пообщаемся вот иногда вам встретятся люди которые говорят мы были потеряевки и вас они будут заговаривать и уходить от темы а вы задайте такие вопросы скажите сколько ты там был дальше а не хотели бы там поселиться и как-то добровольно уехал или тебя посадили горит закутали увезли то есть вот этим вопросом вы поймете у них остался добрый осадок конечно а у них они и себя не хотят уронить ну прямо практически выгнали ставили вопросы витали чтобы к утру тебя здесь не было помогли собраться простился помолились снабдили едой поезжай домой а вот виталий он правильно всех поступил он вернулся и понимает здесь его будет другой другая жизнь вот он здесь все прелюбодейка там жена я грудь не она а ты ты в блуде нажил этом все зачем ты лес постель то а сейчас ты должен кормить меня знакомая одна из испании она приглашает его приехать я гадак ты езжай к своей насти то чтобы она тебе выпустила без ее разрешения тебя не выпустят за границу алименшика и он теперь понимает да это правильно вначале то ему неприятно было другого нет выхода выход один но он нормальный мужик я считаю вообще он как бы он вообще он уже два раза приезжал да он не брюзгл никакой он такой простой откровенный да да это так а еще знаете что и на тихоныч вот этот ролик я смотрел на ю тубе священник отец георгий такой в очках то с такой с худенькой бородкой он тоже там о вас говорил максима в поди точно точно я ему написал и говорю говорю может быть вы невольно так оклеветали лапкина говорю почему он сектант и еретик то я ему скидывал видео где вы с сергием иванниковым я говорю с ним и тихо он раз середиками служит как так получается выграю я отпускаю что возможно вы просто ну заблуждаетесь такой может быть кто-то там сказал он говорит нет это грех на серге иванникове он так написал а теперь который максим епископ был на епископ и грех который антоний был до него на все греха ты правильно в глаза не видел мям лишь сидишь как горящий картошки в рот набрал но я вот в группу скидывал я не знаю вы видели нет вот в премудрости соломона когда слома рассуждать те над кем мы смеемся кого мы поносим как они говорят зачастую первые становятся в дети божьи там еще сказать а вы меня спросите о нем сейчас уже не знаю не встречался только гляжу что он судит он не знает причем уровень его знаний уровень знаний отца андрея кураева но это разные как бы пласты и андрей ошибается ошибается стеняев тоже что ли ошибается и стенаев стеняев что говорит он приезжал у нас был у меня был это кураев то он трезво рассмотрел без всяких там идеологических знаете эмоций он говорит то что говорит он лапкин так это он все поднял то что быть нами позабыто максима с как каску на каску москве такой есть его спросили он готов ягод внучатка ему говорит я обратился от отца геннадия фаса геннадий фаса тыгнать и однажды спросили отца глеба грозовского обо мне которого посадили дали 14 лет ему сейчас он в лагере педофилия беда да 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 а меня ним тоже спрашивают у меня ролик даже есть не знаю мне конечно оружие я молюсь о нем каждый день чтобы он не погиб вот и все владимир головин ни разу не встречался и как он отзывается тоже это слышал на ли его не трогали отзывы то давала а сейчас тем более ближе мы стали друг другу почему я молюсь о всех их ежедневно молитва связь с богом живая связь живая молитва живой бог а это ну он сказал сказал он так так за это же отвечать надо за всякое слово праздное ответите тем более захулительное а дальше что он лег спокойно спать я вижу что ну он может сказать а я не знал а я спрошу а ты священник да а ты молился поднимал руки да но ты до чего поднимал то когда связи с богом нет почему тебе бог не открыл что я не еретик не сектант как тут выступает доктор богословия один бочков павел ну и перечисляет все его там тоже видим обо мне спрашивает он говорит могут так и так судить но тысячи людей которые пришли через лапкиной православной церковь это вы куда денете это то вы куда денете и он священник доктор богословия это тоже его неправильно ошибается вот она учит их как сектантов нет икон а теперь он заранее ему сказали априори что я сектант а а дальше в это гонит ну вот он пришел а тут иконы но его не сходится ему только сказать что мне обманули не стектант на слово стектант он мертво всыпился а это икону только ради меня повесили Игнать Тихонович я вот когда даже был вот давно просто вот начинал верхний завет читать читать и тоже там смотрю вроде бы там не делал изображения и ну я православным был таким теплым вот таким засохшим засохшим и когда пытался у священников тоже спросить про иконы и как это такое того но он не знает он от незнания он не знал что сказать а потом говорю вот как наткнулся на ваше видео где у вас есть ролик иконы идолы не одно и то же по крайней мере ну все вопросы они тоже отпали все понятно что там вот кто то если ты знаешь ты сразу ответишь а многие даже священники не могут объяснить они начинают думать как тут такой вопрос задает якобы ты там подкапываешься под него что якобы-то там сектант либо яговист у них они сразу они такие снобизм у них сразу прям моментально у всех ты нету епископата у нас епископ да когда приезжает поймает патриарх это сказал он этот максимов то он одурел он не понимает что у него ложь дух лжи вошел внутрь уже он не может его вытряхнуть про нас говорили у них нет епископа и вдруг человек пришел видимо подослали мы разрешили прийти привернулся и говорит так у них епископ был ну епископ девать то некуда он патриарши домодедовский он векарный тогда говорит они епископа что причастятся потом палками его бьют и гонят пока там за рощу не вы ну просто понимаете вот страна дураков говорит это что же с нами делается то они как и у нас заранее что сектант и он в этом гоняет да ты выкинь эту дурь то и ты умеешь причем он ссылается там на дулевич и на дудина этот вообще ничего не знает такие беседы были 9 роликов а теперь гоняется взламывает убирает почему ему дали какое-то место председатель да миссионер миссионерский отдел сергей парализованно очень много там рассказал на тихо даже не хочу тоже об этом миссионерское дело нельзя создать это ложь из самая большая ложь у них миссионерский отдел это два человека 2 12 по 2 пошли 70 по 2 кирилл и мефодий двое моисея с аароном вот что почему это действие духа божия как говорит ян златоуст не деяние апостолов говорит надо было назвать книгу а деяние святого духа они этого не знают они не понимают шаблон а тут никак вот иногда спрашивают а как вы ответили бы не знаю я не молился еще у меня нет ответа бывает месяцами я каждый день молюсь ночью днем а ответа нету потом раз внезапно ответ вот одна из италии хотела переехать может слышали этот рассказ я говорю не знаю и она через неделю опять и только один раз месяца два или три прошло я не знаю я говорю ответа нет и а на молитве ответ пришел я сразу ответ пришел а как вы узнали ну помню да рассказывать вот я запиши это местописание а теперь с этой местом иди батюшки к которым у тебя хорошие связи там священником и вот теперь помолитесь и что он скажет так и поступи она уже все полностью сюда выехать дети выросли неверующие сюда переехать а батюшка сказал никуда не езди тебе это ничего не даст она там при излепилась к этим царебожником уже здесь будь я не к себе я не даю ответа я только показал местописание которое тебе необходимо я люблю бога и библию и слова его а направляю туда и говорит идите покажите священнику я чё сказал не так ты покажи вот так что я тогда побежал иди с богом ты знал что тебя радость будет на неделе и он будет все там благословить меня игнать богом все спаси христос у